всем привет дорогие друзья мне очень приятно что вы меня слышите собственно говоря для того чтобы начать нам что нам нужно делать я как раз хотел сегодня поговорить с вами об управлении вообще тема менеджмента она мне очень близка и я вообще менеджер с большим стажем первую свою компанию мы открыли в 92 году поэтому тема управления она очень важна поэтому трудно ли быть трудно ли руководить самим собой ну наверное нет вот научить можно научиться собственно говоря это самое главное было бы желание и можно будет и научить и можно будет научиться но трудно сделать самый первый шаг это все важно собственно говоря никакого секрета нет успешным руководителем главное сосредоточиться сделать выбор тогда когда кажется что никакого выбора вообще нет и помните что в жизни нет готовых рецептов нет готовых рецептов создать успешную компанию нет готовых рецептов создать систему мотивации нет системы нет готовых рецептов для того чтобы создать какие-то такие вещи которые вот знаете прочитал и сделать самая сложная реальная ситуация в том что для этой реальной ситуации нет никакого решения. Итак, ребята, мы сегодня будем говорить о некоем видении. Я хочу, чтобы именно этот слайд у вас был вот перед глазами. Видение вообще в процессе того, что происходит следующее. Самое главное – это стратегия, стратегия то, что вы будете делать. Вы ответите себе честно на вопрос, что вы делаете, в каком вы рынке, для чего вы создали этот бизнес. Как только вы себе сами ответите на этот вопрос, следующим вопросом будет – это ключевые показатели эффективности. Когда, сколько, к какому числу, сколько клиентов, сколько продаж и так далее. Вот здесь мы говорим о том, что от стратегии нужно сразу ставить планы, вот именно четкие цифры, когда и что нам нужно добиваться. Следующее – от того, как мы с вами поймем, когда у нас есть стратегия, когда мы понимаем, что мы хотим добиться, нам нужно теперь решить, как мы это сделаем. Здесь мы будем заниматься функциями и процессами. Функции и процессы помогут вам создать некую структуру вашей маленькой компании или структуру вашего собственного бизнеса, или, собственно говоря, свою собственную структуру, для того чтобы разбирать, когда вы что делаете, какие функции вам приходится выполнять. «Когда закончится структура, мы с вами находим… а кто нам нужен, какие люди нам нужны для того, чтобы те процессы и функции, которые мы с вами описали, сделать должны». И вот здесь мы напишем, какие нам люди понадобятся. А, соответственно, дальше мы поймем, когда мы знаем, какие нам люди понадобятся, мы будем четко понимать, как нам этих людей искать, где нам их находить. Потом, как только мы их найдем, нам нужно с вами сделать так, чтобы они влюбились в нас. Поэтому, собственно говоря, читайте книжки по мотивации. Вот есть отличная книжка «Сотрудники на всю жизнь. Уроки лояльности» от South West Airlines. Кстати, вот если кто из вас сегодня задаст какой-то интересный вопрос, подарю какую-нибудь интересную книжку по мотивации сотрудникам. Дальше уже ваша команда. Вы как босс, вот об этом сегодня во всем будете говорить. Если хотите какие-то штуки там более серьезно, более что, пишите мне в личное сообщение, пишите мне в чат, пишите, вот мы будем с вами разговаривать, я постараюсь переключаться между чатами и смотреть, что происходит. Поэтому, самое главное, мы движемся туда, вот что, собственно говоря, у нас происходит. Поэтому, поехали. Стратегия. Очень важно. Этот процесс, определение направления, в котором вам необходимо идти. Вот вы четко должны понимать, что вы делаете. Открываете вы клинику или что-то вы делаете еще. Вот это самые важные моменты, которые вот для вас просто необходимы. Стратегия. Вот удивительная вещь, казалось бы, да, вот вы придумали стратегию, думаете, все, буду вечно по ней идти. А нет. Тут получается так, что вот вам предложили что-то, или возникли какие-то новые возможности, или какие-то ограничения, и вам приходится адаптировать свою стратегию, не менять ее. Вы точно знаете, что вы хотите прийти туда, но вам придется идти там через левый поворот. Все, повернули, думаем, идем дальше. Снова возникают какие-то вопросы, снова возникают какие-то задачи. Нет, снова. Там опять надо немножко подкорректировать. Поэтому не бойтесь, не бойтесь возникающих вопросов, не бойтесь возникающих ситуаций, сложностей на своем пути. Потому что, когда вы коррелируете свою стратегию, вы все равно движетесь четко вперед. И вы должны об этом знать. Как только мы с вами определили стратегию, например, открыть клинику. Вот там девушка написала, будет проще, если я буду говорить на каком-то примере. Сразу мы должны поставить ключевые показатели эффективности. Что мы должны, когда открыть, к какому числу. Что мы ожидаем в течение года. Что мы ожидаем в течение трех лет. Вот сможете поставить на пять лет, вообще будет идеально. Потому что, собственно говоря, это и есть будет ваша цель компании. Когда ставите цели, ставьте самые смелые ожидания. Мало того, используйте технологии смарт. Я уверен, что вы все про нее слышали. Отлично. Вот продолжаем стратегии, доводим до каждого. Работаем с этими показателями. Зафиксируйте их в цифры. Зафиксируйте их себе. Напишите на листочке, напишите в телефоне. Читайте каждый день. Поэтому очень важно здесь вот эти цифры ориентироваться. Они вам помогут. Почему? Потому что всю систему мотивации. Зарплату будете платить людям после того, как они достигли ваших целей. Как будем их мотивировать, на это сейчас поговорим дальше. Мы состояли стратегию. Мы понимаем, что мы хотим. А теперь нам нужно сделать функции и процессы. Соответственно, функции и процессы дают компаниям операции, которые становятся прозрачными и понятными. То есть, например, мы должны построить, мы должны отремонтировать, мы должны запустить, купить оборудование, установить. Мы должны потом продавать, обслуживать клиентов, заниматься маркетингом. Вот это все функции, это все такие большие процессы. Собственно говоря, самый простой способ управления процессом. Берите листочек, берите ручку, пишите там функция продажи. Самое главное, чтобы вы понимали, вы как человек, который управляет, устанавливает всеми этими вопросами. Написали, так, продается, так, кто взаимодействует, я, клиент, что делаем, звоним, пишем. Отвечает, так, так, вот когда вы вот эту схему нарисуете, наберите в интернете, в гугле, как выглядит бизнес-процесс, как нарисовать бизнес-процесс, нарисуйте их, потому что когда к вам придут люди, вам не надо будет все время одно и то же объяснять. Мало того, сегодня устали, забыли что-то сказать. Еще самый простой вариант вообще. Нарисовали бизнес-процесс, включили камеру, записали себя на камеру, объяснили, пришел человек, начальник, врубили ему это видео, посмотрел, адаптировался, подошел, спросил, что нужно делать. Вы сможете сразу на каждую функцию записывать видео, ставить человеку смотри, почитай, посмотри, все будет хорошо. И тогда у него уже совсем будет по-другому восприниматься, и система адаптации вообще для вас будет легкая. Так вот, итак, стратегия, цифры и процессы. Процессы записали, когда мы сможем с вами записать процессы, тогда у нас появляется структура. Так или иначе, у вас вокруг сейчас, у вас кто-то работает. Снова берем ручку, снова берем листочек. В самом, условно говоря, центре листочка, разворачиваем его как альбом, и пишете себя, я, директор компании, которая хочет открыть клинику, стрелочку вниз, кто под мной сегодня работает, кто есть, пишем его имя, что он делает, такая-то должность, пишем имя, такая-то должность, кто под ним, условно говоря, такая-то должность. Запомните, нельзя напрямую командовать человеком, который находится под другим руководителем. Иначе этот ваш руководитель уже никогда не будет руководителем, у него будет стопроцентная гарантия сказать, что делай все сам. Итак, поехали. Структура, в ней, на самом начале, кто, что, как он у вас называется, директор так директор, там, я не знаю, лучший продавец так лучший продавец, его основная функция и кому подчиняется. Стрелочки, самое главное. Вот когда вы взяли все это, нарисовали сейчас, подойдите к каждому и скажи, вот, смотри, это ты в этом квадратике, твоя задача такая-то, ты должен делать то-то, тебе подчиняется этот, потом мне. Понятно, понятно, подойдите к каждому так, чтобы каждый из вас видел, что конкретно он делает, что кому конкретно подчиняется. Это очень важно. Мало того, возьмите ее, распечатайте, каждому на стол положите и в офисе повесьте, для того, чтобы они видели, чем вы занимаетесь и что для вас это значит. Со структурой разобрались. Теперь вот эти стрелочки, вот эти стрелочки и есть то самое замечательное делегирование, когда вы снимаете с себя ответственность. Самый главный момент, когда вот вы сами были и продавцом, и строителем, и всем, кем угодно, но сейчас вы становитесь человеком, который занимается, будет делегированием. Вы отдаете полномочия на предоставленные права и обязанности принимать решения и отдавать распоряжения уже их подчиненным. Ответьте себе на вопрос, зачем делегируете, кому, для чего и конкретно что. Например, я делегирую функцию продажи тебе, ты будешь теперь звонить и продавать, ты будешь набирать продавцов, они будут подчиняться тебе, ты будешь их контролировать, но спрашивать я буду с тебя. Вот что значит делегирование. Вы передали полномочия и обязанности, но наделили человека ответственностью перед самим собой, что он теперь отвечает перед вами. Поехали дальше. А, собственно говоря, когда вы отдали ответственность, и у этого человека появились другие подчиненные, кем он стал? Конечно, он стал начальником. Это тот человек, у которого появились подчиненные. Теперь он дает распоряжение, и они ждут их. Удивительное другое, что когда он был сотрудником, он работал. Но теперь, когда он стал начальником, он нуждается в вашей мотивации, в вашей поддержке, в вашей максимальной имплементации в его работу. Самое главное, сядьте вместе с ним и поговорите. Вот час уделите время на то, чтобы поговорить с ним и определиться, что он должен делать, какая его главная работа. Запомните, самая главная работа начальника – это развитие и обучение своих подчиненных. Вместе с ним сядьте и напишите его должностную инструкцию. Подумайте, что он должен делать. Учите начальников, и лучше будут подчиненные. Поехали дальше. Все, вот мы с вами берем, видим эту структурку перед глазами. Нарисовали там Петю, Машу. Она теперь начальник отдела продаж. Теперь мы хотим знать, что мы хотим от них ожидать. Поэтому это называется требование к должности. Чем подробнее вы опишите требования к своей должности, тем легче будет, а, вам найти человека, б, человеку будет легче адаптироваться. Мало того, мы возвращаемся к тем показателям, которые у нас были после стратегии. Вот сюда надо тащить им, сколько вы хотите, чтобы он продавал, как часто, чтобы он продавал, с какой результативностью, сколько звонков он должен делать в день. Или, например, если это бухгалтер, сколько она должна проводить операции, сколько платежек она должна работать и так далее, и так далее, и так далее. Когда будете набирать людей, не забывайте о такой вещи, как проектное мышление. Это важная составляющая. Она не у всех встречается, но если появляется такой человек, его надо брать в компанию. Письменно сформулируйте перечень всех своих компетенций и качеств успешного кандидата. Как только это все у вас получится, сразу движение начнется вперед. Вы сразу поймете, что все, пошел процесс. Работа работает, требования к должности есть, можем их описывать в должностных инструкциях. Наверное, вас тошнит при этом слове, но ничего не могу поделать. Почему? Потому что должностная инструкция. Как можно определить, что в компании все понятно, в компании есть процессы. Как бы вам не казалось, что вот вы сейчас там все, а я все объяснил, а я все знаю, я все понимаю. Нет. Только тогда, когда она работает в компании, тогда вы можете спокойно, знаете, как мечтают все бизнесмены, 4 часа в неделю работать, проводить там на Атлантических побережьях, только тогда, когда ты взял должностную инструкцию, подошел к человеку и посмотрел, что он делает. А он прям по ней делает, написано. Взял это, отнес туда, положил туда, отправил письмо туда, получил это, посидел, подумал. Как только у вас все будет, все будет нормально. Распечатайте, дайте прочесть, объясните лично, что он должен делать, что ты ждешь от него, попросите повторить. Не поверите. Такая простая вещь, а ты понял, что ты должен делать? Да. Ты прочитал? Да. Расскажи. Уверен, что у этого подчиненного, если он здравый, в уме возникнут его предложения. Все предложения записывайте, обсуждайте вместе с ним. Как мы говорили, всегда везде цифры. Оцифрованные показатели деятельности 50 звонков в день. Например, там 50 платежек, 50 чего-то, 200. Посидите рядом с ним, включите секундомер, попробуйте сделать сами. Нет никаких оптимальных вариантов, кроме того, чтобы через себя попробовать и доказать. Подписали, поставили печать, повесили в описи. Все. Вы создали идею, у вас есть стратегия, у вас есть структура, у вас есть требования к глазам. Что нужно делать? Нужны люди. Где их брать? Неизвестно. Удивительная вещь, конечно, кризис на улице. Вроде как хорошо, что поможет нам это все сделать. То есть, стоит только написать объявление, придут люди. Вопрос, какого качества придут. Поэтому нам очень важно, чтобы когда вы будете, вот казалось бы, что вы создаете какой-то бизнес сейчас, и вы ждете, пока у меня будет корпоративный сайт, пока я там сделаю то-то, не надо ничего ждать. У вас есть социальные сети. Вы в социальных сетях, в своем профиле можете уже хантить людей. Самая главная задача, пишите, какая вы на самом деле, или какой вы на самом деле. Пишите, что вы создаете, какими ценностями вы мотивируетесь. Что для вас самое главное? Напишите свою идею. Расскажите о той компании, которую вы будете строить. Пишите, что через какое-то время мне нужны будут люди. Через какое-то время я буду смотреть о том, я буду набирать людей. Окей, приходите ко мне, я буду рада с вами разговаривать. Встречайтесь с людьми обязательно. Выражайте свои эмоции, формируйте доверие. Вы, по сути, продавец своей идеи, а ваши работники, которые к вам придут, собственно говоря, и будут ваши покупатели. Вы знаете, есть, по сути, как бы два типа компаний. Хорошая компания и плохая компания. В хорошей компании люди думают о том, как привлечь максимальное количество результатов. Как сделать эту компанию максимально лучшей, максимально сильной, максимально движущей вперед. А плохая компания, в которой люди начинают переживать, а что им делать? Как им двигаться? Как им находить какие-то условия для работы? Как бы так косо на них начальник не посмотрел? Делайте сразу хорошую компанию. Создавайте компанию на века. Пусть это звучит смешно, но вот если вы будете думать, а как мне сделать так, чтобы моя компания проживала долго, вот это решение позволит моей компании прожить долго или нет. Поэтому делайте компанию моей мечты, чтобы люди понимали, что это их выбор. Вот они придут к вам и получат, что это действительно так. Собственно говоря, как я уже говорил, набор команды. Ваша социальная сеть – это ваш самый главный элемент создания вашей команды, ваш самый главный инструмент рекрутинга. Понятно, что когда вы создадите сайт, вы сделаете раздел вакансии, но сайт – это один из продуктов в супермаркете с 600 тысячами на мани продуктов. Чтобы его заметили, нужно много сил, много задач, много денег. Поэтому профессиональные сообщества пишите в группах, идите в институты, идите в бизнес-инкубаторы, стартап-актепы, академии, друзей, напишите всем своим друзьям. Друзья, пожалуйста, разместите пост о том, что я ищу таких-то людей, для меня это очень важно. Пусть друзья попросят своих друзей, создавайте свою собственную нетворкинг-сеть, такой, знаете, MLM с точки зрения продвижения вашего бизнеса. А если у вас тем более услуги, я не знаю, зубная практика или клиника, да всем она нужна. Кто лучше всех порекомендует вас? Конечно же, ваши друзья. Позовите их, дайте им скидку, пусть они придут, получат услуги, расскажут друзьям и так далее. Все. Пришли к собеседованию, поступил человек, сейчас зайдет в дверь в нету. Открывается дверь, заходит человек. Что мы должны ему сделать? Максимально быстро понять квалификацию. Не тратить ни свое время, ни его время. Рекомендую вам поначалу присутствовать на всех собеседовании, независимо от того, какого вы уровня, какого у вас компании. Вот вы начинаете, присутствуете везде. Старайтесь так, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вводной части быстро расскажите о компании. Кто вы такой, что вы делаете, зачем вы создали компанию, какие ваши ценности. Кратко опишите характеристики должности, что вы ожидаете от человека, что вы хотите, чтобы он сделал. Мало того, перед собеседованием найдите время 15 минут, составьте сценарий беседы. Например, вы хотите, чтобы эти люди решали стоящую перед вами задачу. Прямо напишите, в каких компаниях по своему работу, где вы раньше работали, вы совершали максимально большее количество продаж. Поделитесь своими историями успеха. Даете ему задачу и спросите, и слышите, вот, когда это, как достигнут рутинный результат, то есть такие ежедневные операции. Смотрите, он только реагирует, чувствуйте, как отвечает. Ставьте ему конкретную задачу, конкретную проблему. Смотрите, как у него работает интеллект, что он предлагает. Предлагайте ему сложную ситуацию, ну, если вы бизнесмен или вы даже просто там руководитель, у вас в жизни были сложные ситуации. Вот поставьте ему эту сложную ситуацию, пусть он придумает, как из нее вывернуться. Послушали его, отпустили, попрощались. Запомнили это состояние, когда он был рядом с вами. В принципе, можете записывать на видео, ничего страшного в этом нет. То есть никаких законов не нарушаете. Попросите его рекомендации. Лично сами позвоните всем, кому он рекомендует. Задавайте ему такие вопросы. Можете вообще, знаете, построить интервью с рекомендодателями, просто как поболтать. Они вам сами все выложат, не надо ничего там стараться. Отличный способ, и я всегда его применял в своей жизни. Приглашайте на один день работы в компанию. Для того, чтобы все он понимал. Он придет один день, поработает, все у него получится, будет хорошо. Не получится, все будет, ну, вам сразу будет видно. Поэтому вот смотрите, дайте ему возможность окунуться. Просто посадите его на один день. Дайте ему что-нибудь там поделать, в конце концов. Один день он может, вот постарайтесь сделать так, чтобы этот день, кстати, когда он приходит на один день в компанию, был для него таким небольшим праздником, угостите очень вкусно, сходите с ним на обед, уделите ему вот небольшое время. В общем, уверен, что вы все знаете, но на всякий случай, если вы делаете стартапы, для вас очень важна ваша идея. Поэтому разработайте или скачайте в интернете соглашение о конфиденциальности. Имея этот документ, все отлично, пусть он у вас будет. Подписали, уйдет куда-то, не дай бог, унесет ваши секреты. Ну, можно будет как-то поговорить, у вас будет основание. Соответственно, сейчас очень четко законодательство требует от нас обработку персональных данных. Да, скучно, да, это рутина, но попробуйте в этом разобраться. В конце концов, просто скачайте в интернете согласие на обработку персональных данных, и этого будет вполне достаточно. Трудовой договор у вас должен быть, ИП, юрлицо. Даже если вы физик, кого-то понимаете, заключите между вами прямой трудовой договор. Пусть он не будет там отражать всех очень важных обстоятельств вашей работы, но за что, сколько, такие простые вещи, что человек должен понимать, что у него есть, как я уже сказал, суперважные документационные инструкции и показатели работы. Вместе с ним сядьте и определите, что он должен сделать за первую неделю, за первый месяц и за испытательный срок. Первый день нового человека. Самый главный момент, только один раз есть возможность создать первое впечатление. Подготовьтесь к этому. Знаете, вот, ну, мне посчастливилось побывать в разных компаниях, в том числе и в Соединенных Штатах, и в Японии, и в Италии. Ну вот, конечно, компания «Запас», она оставляет свои впечатления. Когда ты проходишь по улице пиратов, видишь этот, столы разукрашенные в виде пиратских кораблей, там бумажные пальмы, которые свисают, лианы, бумажные попугайцы. Вроде бред, казалось бы, да, но что мы, взять, превратить офис в хлам, где там здесь солнце, здесь в париках, тут они сидят там раскрашенные в виде формы пиратов. Но человек создает для себя максимально удобное место обитания. По большому счету, вот все эти требования трудовой дисциплины, которые мы так все привыкли и знаем, это все хорошо. Но какая ваша самая главная задача? Ваша самая главная задача, как хозяина и как руководителя, чтобы тот человек, который сидит у вас на работе, пахал. Пахал так, чтобы он приносил вам прибыль. А это можно сделать только так, когда человек почувствует, что он на своем месте, что ему хорошо, что ему комфортно, что в конце концов, он сидит в этом кресле, в этих шортах, да пусть делает что угодно, лишь бы он продавал и приносил нам прибыль. Поэтому это самое главное. Пришел человек, взяли его за руку, сказали, слушай, теперь ты работаешь в моей компании, твое подразделение называется так, основная твоя работа называется так, твоя должность называется так, ты подчиняешься непосредственно мне, это значит, выполняешь только мои распоряжения. Пойдем, покажу тебе рабочее место. Вот здесь туалет, здесь комната отдыха, здесь можешь попить чай. И прикрепите к нему кого-нибудь из старичков, которые работают в вашей компании. Пусть он позанимается им. Доплатите там лишние 10 тысяч рублей этому наставнику. Да в конце концов, просто дайте им возможность там сходить за обед за ваш счет. Вы посмотрите, насколько получите обратную связь. Классно. Итак, испытательный срок обязательно. По законодательству российскому 3 месяца. Не тяните до конца, если чувствуете, что человек не подходит, не мучите себя, не мучите его. Вот чувствуете, что не ваш человек, не нужен он в этой компании. Вызывайте и договаривайтесь. Сейчас на следующем слайде поговорим о том, как увольняться и как расставаться. Давайте обратную связь. Это очень важно. Давая обратную связь человеку, вы его как бы координируете. Понимаете, вот на самом деле, как быстро приблизить себе человека. Да просто подойти к нему, поинтересоваться, как у него дома дела. Как отдалить, да, поздороваться через зубы, пройти мимо, ничего не спросить. Очень важные моменты. Используйте их в своей работе. Как я уже сказал, если вы чувствуете, что человека нужно уволить, давайте увольнять. Увольнение, при всем при том, что они нужны, но они все равно разрушают моральный климат компании. Вот они мешают людям. Люди не могут создаться и работать качественно, когда увольняют их коллег. Все-таки. Итак, что делаем, если решили уволить? Решили уволить. В первую очередь объявляем его подчиненным. Вызываешь подчиненного и говорит, я принял решение, что я увольняю вашего начальника. Теперь ситуация будет следующая. У человека, которого вы увольняете этот день принятия решения о том, что он уволен, последний день работы в компании. Вызвали его все в кабинет и говорите. Компания не смогла решить твои задачи, за которые отвечал ты. Я понимаю, что, наверное, это проблема компании. Но именно из-за того, что мы не смогли добиться цели, мы приняли решение с тобой расстаться. Объявляйте это неоднозначным голосом. Вот никаких «я думаю», «возможно». Нет. Вы должны однозначно сказать, ты уволен, я принял решение, что ты уволен. Сегодня последний день твоей компании, расчет ты получишь в 15.00, мы подпишем все документы. Давай вместе подумаем, что мы скажем людям. Что ты хочешь, чтобы мы написали тебе в отзыве. Будем тебе гарантирован, что, например, будем давать тебе хорошие отзывы и так далее. Поэтому всю полностью информацию ему даете, выходите, идете, вызываете его подчиненных прямых, говорите о том, что у него все, это последний день. Предупреждаете айтишников, чтобы они быстро сделали бэкап его компьютера. Забираете у него пропуск, прощаетесь и расстаетесь. Вы плачиваете деньги. Если человек чувствует, что там начинает давить, что вы ему заплатите лучше лишнюю одну зарплату и снимите с себя задачу. Но если человек испытает там сроки, никаких денег. Деньги только тогда, когда вот человек уже работает. Договаривайтесь. Не кидайте людей. Это опасная вещь, потому что неизвестно, где мы окажемся сегодня, где мы будем завтра. Мало того, здесь еще и понятие есть риск трудовой инспекции. Да, вроде казалось бы, что она не функционирует, но проблем от нее можно набраться много. Точно так же они могут обратиться в прокуратуру. Поэтому если испытательный срок, все отлично. Если человек, который работает, договаривайтесь об условиях, подписывайтесь соглашение о расторжении трудового договора. Поехали дальше. Итак, набрали людей, команда, супер, что нужно делать? Как сделать так, чтобы они работали? Чтобы они работали в унисон. Раз в неделю собирайте всех и говорите, что происходит. Вот все, что с вами происходило за день, за неделю, расскажите им, о чем вы думали, что вы планировали, какую книжку в конце концов прочитали. Все новости о компании. Кто был уволен, кто был принят, у кого кто-то родился, не дай бог, там что-то случилось. Все рассказывайте. Заведите себя за практику. С каждым из ваших людей, пусть 5 человек, 7 человек, но не важно, с каждым из ваших людей тет-а-тет, один на один. Встали, пошли, поговорили, попили чай, пообедали, так, чтобы вас никто не слышал. Слушайте его. Учитесь эмпатическому слушанию. Задавайте правильные и открытые вопросы, чтобы он рассказывал. Чем больше он расскажет, тем больше у вас будет информации. В случае, если вам необходимо сокращаться, оставляйте самых профессиональных и самых лояльных. Как я уже говорил, приближайте к себе людей. Дайте ему возможность, чтобы он почувствовал, что он вам нужен. Хвалите подчиненных и никогда не критикуйте при всех. Надо отругать. Вызвали в кабинет, вызвали в коридор, пошли на улицу, покурили, сказали все, что вы думаете о нем, но только один на один. Ну и, конечно, надо с ними проводить вместе время. Какие есть секреты? Помимо того, что, может быть, у вас компания маленькая, тогда все вместе. Если есть руководители, надо их собрать раз в неделю, поставить план работы и послушать, что они сделали. Такое еженедельное планирование в виде планерок. Пусть я понимаю, что вы можете использовать мегапланы, битриксы, любые другие СРМы. Никогда не заменит ничего взгляд друг другу в глаза. Вот эта энергетика, она дает понятие социализации. Человеку соврать проще, написав, но когда он смотрит в глаза, ему соврать трудно. И сразу почувствуйте, что надо делать. На 15 минут собрали их, поговорили, распустили. Как мы уже говорили, там и ребята в чате пишут, вассал моего вассала, не мой вассал. Поэтому не командуйте подчиненными других. Итак, погнали дальше. Используйте нематериальную мотивацию. Вообще не надо денег для того, чтобы мотивировать людей. Вот не поверите, не надо. Возьмите из дома книжку, дайте ему почитать. Принесите, что ваша жена спекла блинчики, возьмите с собой. В конце концов, зайдите, пойдите с ним в Макдональдс поездки. Купите пончиков каких-нибудь, чай, торт. Сходите вместе с ними в кино. Отпустите на час пораньше. Вообще вот такая тема, как управление временем работника, она очень важна. Дает возможность, что если вы умеете это делать, на час его пораньше отпустить, на полдня, выполненную планцу, дайте ему целый день лишний. Поэтому, вот помните, мы рисовали с вами структуре стрелки. Вот эти стрелки, если вы будете все правильно делать, они будут управлять. Будете их поддерживать, будут. Не будете поддерживать, снова все вернется к вам. Как я уже говорил, совещания должны быть минут 15 в неделю. Но должен быть план, должна быть повестка, участники должны быть нужные, знающие люди. Вовремя начали, вовремя отпустили, записали на диктофон, положили телефон, дали секретарше или кому-то еще там, не знаю, полно в интернете этих аутсорсеров, расшифровали записи, быстро получили текст. Работаем, работаем, работаем. Результат принятое решение. Если опаздываете, предупредите, извините, самое главное поддерживать интерес. На совещании, на любом. Вот вы, когда ведете, чувствуете, что должен быть интерес. Сам подходим уже фактически к самому концу. Вы босс. Это ваши обязанности. Вы несете ответственность за тех людей, которых вы наняли. Вы несете за них ответственность перед их родными. Вы их наняли, вы должны защищать их интересы. Хвалите своих подчиненных. Информируйте о всем, что вам происходит. Ясно объясняйте, что от них требуется. Проявляйте интерес к работе вашего персонала. Вы босс. И есть классические пять правил руководителя. Пять основных функций. Планирование, организация, мотивация, развитие и контроль. Вот это вот вы должны вот прямо делать. Закрыли, так, что я сейчас делаю? Планирую. Окей, я мотивирую. Я развиваю. Я контролирую. Это у вас должно быть. Нельзя, чтобы существовало что-то одно без другого. Без контроля анархии. Без организации невозможно работать. Без мотивации не будут работать, разбегутся. Старайтесь вот об этом думать. Держите в голове. Итак, планирование. Функция планирования отвечает на три главных вопроса. Где мы находимся в данное время, куда мы хотим двигаться и как мы собираемся это сделать. Здесь постановка цели. Снова скажу, используйте смарт. Планы важны. Нужно иметь план на неделю, на месяц, на год. Касательно вашего тайм-менеджмента, у вас лично, как у руководителя, как у предпринимателя, план на неделю, где вы просто пишете самые главные вещи. Вы, по крайней мере, сможете управлять. Вот это передвинуть нельзя, это нужно. У вас есть дедлайны. Дедлайны позволяют сосредоточиться. Опять, переходим на компанию. Наша цель быть такая. Достигнем такого-то уровня безубыточной, такого-то уровня продаж, такого-то уровня сборов. Планируйте, прямо ставьте планы. От этих цифр гораздо легче понимать, что нужно делать. Обратным пересчетом мы понимаем, сколько нужно делать ежедневных операций для того, чтобы это достичь. Вы, организатор, ваша задача обеспечить необходимыми условиями. Если удаленная работа, значит интернет, компьютер, телефон. Если в офисе формирование структуры, ресурсы, условия, чай, кофе, вода, свет, не знаю, все, что нужно. Должны знать, к какому моменту, сколько должно быть у них ресурсов. Соответственно, сюда же происходит и делегирование полномочий. Запомните еще раз, вы не можете делать постоянно все, вам нужно отдавать свои функции, как бы вам не хотелось контролировать, как бы вам не кажется, что вы могли сделать бы это лучше. Делегируйте полномочия. Мотивация. Деньги не являются мотиватором. Да, деньги – это важно. Да, мало денег не будут работать. Много денег не будут работать хорошо. Нащупайте ту середину, в которой деньги являются оптимальным вариантом. Нащупайте ту середину, в которой деньги, ну, являются, вот меньше уже нет, а больше уже не работает. Поэтому все остальное только через нематериальную мотивацию, лучший сотрудник, лучший продавец. Не знаю, как я уже говорил, там, похлопайте по плечу, создавайте, пишите его фотографии на сайте, напишите о нем в своей социальной сети. Расскажите, вообще интересно, вот расскажите раз в неделю о своем лучшем сотруднике, вот в своем профиле. Вот вы даже не представляете, насколько это будет круто. Он сделает репост на своей странице, он покажет эту ссылку другим. Вот, и понимаете такую простую вещь, вот, что мотивирует вас, то и будет мотивировать других. Мотивация, по сути, результат сложной совокупности удовлетворения потребностей работников. Вот это действительно на самом деле сложно. Это и деньги, и поддержка, и какие-то стимулы, и еще что-то. Все это вместе, это дает возможность быть, вот, получать мотивированный коллектив. Но, безусловно, если вы сами придете и не будете мотивированы на работу, если вы будете работать спустя рукава, никакой коллектив работать не будет, потому что они смотрят на вас, потому что вы для них самый главный мотиватор. Поехали дальше. Развитие. Как я уже сказал, самая главная ваша функция – это развивать людей. Если будете их развивать, вы будете получать адекватных людей. Если будете с ними носиться, если вот будете в них вкладывать, будете чувствовать, что ваша работа – это вот они. Пишите, заведите свой блог. Я уже говорил, ваш самый большой инструмент продаж для всех – это ваш просит в социальной сети. Заведите свой блог. Честно пишите о том, о чем думаете, с какими сложностями столкнулись, с кем встречались на этой неделе, какие книжки прочитали, что решили, сколько напродавали. Вот есть такой пример Федора Овчинникова. У него есть «Сила ума» блог. Он рассказывал о том, как он строил книжный магазин. Сейчас человек создает крупнейшую сеть пиццерий в России. Причем это уже IT-бизнес, это не пиццерия, это технологический бизнес. Раз в неделю отправляйте письма своим сотрудникам. Не можете раз в неделю делать, а раз в месяц. Напишите, к чему пришли, что ожидаете от них, поблагодарите, расскажите более подробно. Прочитали в интернете какую-то интересную статью, нашли какой-то интересный материал, всем тут же репост, тут же всем отправили по почте. Отличный вариант, если людей можно просить, чтобы они рассказывали, что они интересного прочитали, к чему они интересному прикоснулись, что они узнали нового. Читайте сами, учите читать. Читение книг обязательно. Это ваше развитие. Покупайте книгу в компании. Купили какую-то книгу, притащили, положили на стол, дали следующему. Скажите, чтобы каждый принес по одной книге на работу, вот получится вам корпоративная библиотека. Читайте книги, книг полно, книг безумное количество. Удобство чтения от бумажных до таймпадов, всяких айпадов, телефонов, все, что угодно. Огромное количество вариантов. Читайте, 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 читайте. Если вы не будете читать, вы не сможете развиваться. В любом случае, час в день по-любому должны читать. Старайтесь сделать так, чтобы, вот даже можете вообще, уникально казалось бы, да, такого вроде как бы не укладывается в голову, но 15-минуткой на чтение. Вот пусть дайте 15 минутам в день, чтобы они посидели, почитали утром и вечером. Ничего не изменится, но люди поймут, они окунутся, они начнут думать, они начнут искать. Попробуйте. Вот эти вещи, они на самом деле дают реальные результаты. Безусловно, надо контролировать. Постояли задачу, отконтролировали. Отчет, предварительный отчет. Невыполненная задача вовремя – это ваше отсутствие контроля. Почему? Потому что, если есть задача, есть периодический контроль. Если вы не спрашивали о том, как идет выполнение, значит, вы не контролировали эту задачу. Контроль обеспечивает прохождение задачи от всех пунктов. От момента постановки задачи исполнителю, момента контроля установки понимания его ресурсов, до момента их выполнения, промежуточные результаты. Любую крупную задачу, любую задачу можно разбить на подзадачи. И получается контролировать мелкие результаты гораздо проще. Мало того, контролируя мелкие результаты, вы видите, как вы движетесь к цели. Вы сможете сразу понять и принимать решение, что получается, что не получается. Тем более, это в стартапе очень важно. Когда вы понимаете, что это просто необходимо понимать, что происходит, как двигаться в этом направлении, как на самом деле вообще достигать этих целей. Это очень важно. Контроль критически важная и сложная функция. Собственно говоря, ваши управленческие цели, вы должны поставить цель, вы должны проинформировать людей, почему вы это делаете. Вы должны обеспечить, что и для чего он это делает, дать ему возможность вариантов действий и попросить результаты решения. Не предлагайте вариантов решения сразу. Ждите от своих подчиненных. Пусть они вам дают. Пусть они дают вам возможность обратной связи. Потому что, понимаете, очень простой пример. Когда мы купили банк и люди приходят и говорят, а как нам сделать? Как нам поступить? Я сначала думаю, ладно, буду рассказывать, потом понимаю, что что-то не то. Я помню, что они стали этим пользоваться. Оптимальный вопрос. Дайте им возможность. Скажите, простой вопрос. А как это решить? Хорошо. Давайте обсудим. А как мы можете сделать так, какое ваше мнение? Как показать вам, как бы вы поступили на моем месте? Давайте обсудим. Как, на ваш взгляд, можно решить эту задачу? Как вы думаете, а сколько есть вариантов решения? Понимаете, когда вы будете так их заставлять, вот со скрипом их мозги начинают двигаться, с невероятным скрипом, ну вот прям вот давайте им возможности немножко думать, пусть будет тяжело. Подсказывайте, но не решайте за них. Пусть они сами думают. Когда будут думать сами, совсем по-другому вы будете понимать, что происходит. Тайм-менеджмент. Вы все прекрасно знаете и все можете сами. Вот прекрасно понимаете, что понедельник, это, наверное, не тот день, когда стоит там назначать очень серьезные совещания, потому что люди только с выходных пришли. Вы чувствуете, что только-только начинает подниматься волна деловой активности. Во вторник, да, нормально, утром супер время, среда, отличное время, четверг, к концу дня четверга еще выработает способность высокая, сильная, но в пятницу утром уже все думают о том, что сегодня пятница. Вы это прекрасно сами знаете, потому что сами вы так жили и работали. Учитывайте вот эти все моменты. Мало того, все, что вы знаете умений, вот самая главная задача, которую вы знаете, вот не отладите на завтра то, что можно сделать сегодня. Знаете, какая самая большая проблема любого человека? Он начинает что-то делать, и тут ему приходит в голову офигенная интеллектуальная мысль, что надо сделать что-то другое. Он тут же отвлекается, начинает делать что-то другое, потом вернется сюда. Разрыв. Нужно время на переключение, нужно время на то, чтобы снова вникнуть. Заставьте себя не отвлекаться, заставьте себя, ну прямо если мочи нет, ну возьмите ручку, запишите, что надо сделать. Вот доделайте одно дело до конца. Приняли решение? Начните делать. Приняли решение? Работайте. Вот если вы сможете вот просто делать ради того, чтобы делать, это будет самым большим результатом. Это даст возможность вам получить ну просто супер результат, потому что вы переборете вот это постоянное метание, переключение с одного на другое. Вот дело ради дела. Начали, довели до конца. Начали, довели до конца. Понятно, что есть дела, которые ты переключаешь, но в рамках одного дела ты должен делать и переключаться до конца вот нельзя. То есть нужно вот взял, начал и делаешь. Старайтесь минимальное количество раз читать почту. Три раза в день. Пришли утром, прочитали, в обед, вечером, когда уходите. Днем не отвлекайтесь. Не тратите свое драгоценное время. Точно также планируйте день накануне. С кем надо постричаться, с кем надо поговорить, куда надо съездить, чтобы вы утром знали, что вам делать. Когда вы приходите на работу, думаете, так, а чем же мне сегодня позаниматься? Нет. Реально нужно знать, что нужно делать. Как я уже говорил, в понедельник нарисуйте себе вот эту плавающую линию вашей активности. Соответственно, сложные и длинные дела делайте на низкой активности, а простые и быстрые на высокой. Ваш режим дня, вот непосредственно ваш. Если вы работаете в компании, приходите раньше, уходите позже, но не задерживайте людей без надобности. Вы как владелец или как директор можете прийти позже. Можете прийти в 10, но вы точно должны знать, что люди приходят в 9, например. Но в 6 вы продолжаете работу, не уходите с ними, прощаетесь, вы с ними работаете сами. Здоровайтесь со всеми лично. Ходите вместе с коллективом на обед. Нет лучшей возможности приблизить человека к себе, нет лучшей возможности дать ему свою энергетику, чем вместе с ним пойти на обед. Я уже не говорил о том, что и кофе, и чай, и баллон воды и все это сегодня становится просто неотъемлемой частью. Вот прям реально забота о коллективе начинается с печенек, с туалетной бумаги в туалете в конце концов. Вот подумайте об этом на самом деле. Будете при всех разговаривать, не выходите, не стесняйтесь. Ведите свою жизнь. Пусть ваша жизнь будет для людей открытой. Вот чем больше открытости у вас будет, тем больше вам легче будет. И тем легче вам будет. Это не панибратство. Это возможность показать людям, что вы их цените, что вы член их команды, а они являются вашими сотрудниками. Что вы без них не сможете этого добиться. Да, вы крутой, вы менеджер и все остальное, но они являются составляющей вашего бренда. Именно люди являются тем нематериальным активом, который приведет вас в конце концов к вашей цели, к вашим деньгам. Для того, чтобы, собственно говоря, все делается ради прибыли. Не надо заниматься чем-то другим, что они приносят деньги, но путь к деньгам иногда бывает трудным. И он идет через как раз вот эти все, через проявление вас как руководителя, через умение вас создать эту команду, через умение вас быть адекватным человеком. Собственно говоря, об этом я хотел с вами сегодня поговорить.